поговорим о сборах на основе листьев березы сбор при цистите это уже пошли конкретные рекомендации по 25 граммов каждого компонента листья березы толокнянка кукурузная рельса корень солодки тщательно смешать две столовые ложки сбора залить стаканом кипятка в термосе настоять ночь принимать 3 раза в день по 1 3 части стакана курс 2-3 недели можно использовать и как мочегон на при отеках почечных и сердечных при камнях мочевом пузыре и каменной болезни почек в равных частях берем листья березы ягоды можжевельника траву чистотела корень сабельника и корень колгана перемешиваем две столовые ложки сбора залить и стаканом кипятка в термосе пить на ночь по одному стакану теплым курс 2-4 недели через месяц можно повторить и так до получения эффекта лямблиоз печени это трудно излечимое заболевание от паразитов лямбли они поражают печень как нам уже было известно березовые листья способствуют их изгнанию делают настой из березовых листьев один к десяти и применяют вовнутрь обычно берут 5 столовых ложек сухих листьев березы и заливают пол литра кипятка лучше все это делать в термосе со стеклянной колбой а ночь настаиваем принимают отвар натощак 150 миллилитров и потом еще два раза в обед и вечером по 150 миллилитров как показали исследования проводимые в 1965 году на 75 больных холестицитом у 54 из них в желчи были обнаружены лямбли через 15-45 дней лечения принимали по 200 миллилитров в день указанного настоя березовых листьев у всех больных отмечалось ослабление или полное прекращение боли исчезновение отрыжки тошноты и рвоты нормализация работы кишечника повышение аппетита исчезновение лямбли из желчи при простуде с насморком применяют сбор одну часть листьев березы 3 части листьев лопуха 4 части листьев мать и мачехи 8 частей листьев черной смородины одну чайную ложку сбора залить стаканом кипятка настоять в термосе 2 часа принимать по половине стакана 34 раза в день за 30 минут до еды курс до полного выздоровления вариант одну часть листьев березы две части листьев мяты 6 частей травы череды одну столовую ложку сбора залить стаканом кипятка настоять термосе 3 часа принимать до полного выздоровления по 0 3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при бронхиальной астме применяют сбор 3 части листьев березы 6 частей травы череды 3 части листьев подорожника 2 части цветков ромашки 2 части листьев крапивы 2 части травы эфедры 2 части травы с парыша 2 столовые ложки сбора залить стаканом кипятка в термосе настоять полчаса принимать по половине стакана 3-4 раза в день после еды при гипертрофии предстательной железы 2 столовые ложки листьев березы заварить пол литра кипятка в термосе настоять 2 часа пить по половине стакана от 3 до 5 раз в день перед едой курс 3-4 недели после двухнедельного перерыва можно повторить настой из листьев березы для очищения организма заварить в термосе 8-10 граммов свежих листьев березы или 10-15 граммов сухих пол литра кипятка в термосе настоять 4-5 часов выпить в течение дня за 4-6 приемов курс 2-3 недели желательно проводить весной и осенью именно сейчас когда у нас весна настой березовых листьев при хололитиазе это камнеобразование в желчном пузыре 2 столовые ложки сушеных листьев заварить в термосе двумя стаканами кипятка настоять полчаса пить по полстакана перед едой четыре раза в день курс 3-4 недели после двухнедельного перерыва повторить и так 4-7 раз одновременно пересмотрите свое питание при грибковых заболеваниях ног между пальцами на ночь кладут свежие молодые листья березы при атеросклерозе 20 граммов сухих березовых листьев залейте в термосе кипящим пол литра молока настоять полчаса принимать за полчаса до еды по 150 миллилитров курс 2-3 недели при неврозах рекомендуется размять свежие листья березы 100 грамм и залить теплой водой 400 миллилитров лучше это делать в термосе настоять ночь принимайте по 100 миллилитров перед едой 3 раза в день курс 2 недели как пищевая добавка первым и вторым блюдом молодые листья березы считаются очень хорошей добавкой можно использовать при производстве кондитерских изделий при нефрите и нефрозе почек 20 грамм сухих измельченных листьев березы заливают термосе тремя стами миллилитрами воды после остывания добавить одну четвертую часть чайной ложки пищевой соды настаивать два часа пить по полстакана два раза в день перед едой курс 2-3 недели после двухнедельного перерыва можно повторить при пониженном тонусе матки 4 чайные ложки сухих листьев залить двумя стаканами кипятка в термос настоять полчаса пить по полстакана три-четыре раза в день начиная с 12 дня после родов курс 2-3 недели при гепатите и холецистите 2 чайные ложки измельченного сухого листа залить в термосе двумя стаканами кипятка принимать по полстакана три или четыре раза в день курс 3-4 недели после двухнедельного перерыва можно повторить при атеросклерозе отеках и ишемической болезни сердца на стакан кипятка 10-15 грамм свежих листьев на стоять час пить по столовой ложке 4-6 раз в сутки курс месяц рецепт для больных суставов на ночь положить на больной сустав компресс и свежих листьев березы слой листьев делайте потолще и погуще закрепляйте эластичным бинтом некоторых случаях рекомендуют использовать шаровары начали их одевать а потом набивают свежими листьями березы держать не менее часа если появится под отделение это приветствуется так выходит на наружу болезнь можно использовать компрессы из отвара листьев березы зимой можно использовать сухие листья березы видите насколько полезно вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас